Приветствую вас. Честно говоря, вы в своем тексте ответили себе на свой же вопрос. То есть вы говорите, как распознать ревность, но при этом сами же пишите, что ваш партнер, кстати, он не любовник, если вы сможете собираться разводиться. Мне кажется, вы не совсем правы. Но суть в том, что вы взяли ответ на свой вопрос. Потому что вы пишите, что человек, получается, обвиняет вас в том, что вы выводите его на ревность, получается. И, коль так, то он, получается, что ревнует. Вот. Ага, ну, хорошо это или плохо, мы сейчас обсуждать этот момент, наверное, не будем, потому что никакого смысла в этом нет. Но тот факт, что человек говорит о том, что вы выводите его на ревность, это, мне кажется, есть ответ на ваш вопрос. То есть это и есть ответ на то, что вы спрашиваете. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. Только вам почему-то этого недостаточно. Вы хотите, условно говоря, услышать что-то еще. Ну вот. Единственное, 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 я не очень понял, что именно, да? То есть, ну да, алю. Если любовника замыкается в себе, то, да, вы правы. Это очень сильно похоже на ревность. Да, это правда. То есть, то есть, то есть, то есть, как бы, действительно это ревность. Вот. Ну и что дальше? То есть, как бы, ну, ну ревность, да, и что дальше? То есть, что вы будете делать с этим? Я вот в тот момент, как-то не понял, скажем так, как-то вот, не уложил, что будет сделать, если, ну вот условно говоря, вы там поняли, что машина ревнует, и что дальше? Что-то, что вам дает это знание о том, что человек ревнует. То есть, у него собственнические, ну, такие собственнические тенденции к вам. Ну да, это правда. Собственнические тенденции присутствуют, да, верно. Нормально ли это, с учетом того, что человек женат и, как бы, ну, не собирается там, условно говоря, там, ну, в ближайшем будущем, по крайней мере, значит, 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 разводится со своей женой, но просто, но при этом требует верности от вас. Это весьма частое поведение мужчин, к сожалению, вот это вот собственническое чувство. Оно, к сожалению, вот никуда не надевается. Вот. Почему вы сомневаетесь в своей ценности, что считаете, что вас могут просто взять, что вы свободны? Ну, не очень понятно. Является ли манипуляцией в какой-то степени то, что вы, вот, допустим, ну, зная или подозревая, что человеку может быть неприятно, то, что вы, да, то, что вы говорите. Является ли это манипуляцией? Да, скорее всего, это является манипуляцией. То, что вы, ну, я боюсь, то, что вы можете манипулировать человеком, вот, потому что те отношения, которые у вас сейчас, да, вот, ну, те отношения, которые у вас сейчас, у вас, они могут по ощущениям несколько дискредитировать, ну, вот, вероятно, я не знаю, я не знаю, я не берусь утверждать наверняка, наверняка этот момент. Вот, я просто хочу обратить ваше внимание на этот, ну, на этот факт, если не знаю, вот, знаете. То есть у меня есть, вот, эм, столько ощущений, что вы, ну, не полностью откровенны в, в, э, ну, условно говоря, в отношениях с своим партнерам. Вот, вы вроде бы хотите, вроде бы хотите искренности, хотите, хотите какой-то открытости, да, вроде бы вы хотите этого всего. Но, в то же время, есть ощущение, что, ну, что вы этого можете просто не делать, как бы, вот. То есть, что, ну, вы можете себе не позволять этого, что вы можете бояться открываться человеку. И в таком случае, ну, наверное, говорить о, говорить о, эм, обыдельности, да, об открытости, об открытости, об открытости и ревности, если чувствуется манипуляция, наверное, нельзя. Вот. Вот. К сожалению. Вот так вот, это, вот, то, что, что мне видится, по крайней мере, по крайней мере, что то, как, как я вижу, эм, ну, данную ситуацию, вот, то, как, эм, как она мне представляется, вот. Я не уверен, кстати, в том, что, эм, обязательно прав, я в этом не уверен, я не могу, не могу, не могу, эм, не могу на сто процентов, э, быть уверен в том, что, э, эм, ну, что мое предположение верну, я могу, э, просто, э, сказать о том, э, как обычно бывает, да. Вот. aaa, да. То есть, ну, бывает вот так, э, а, э, а, вы уже можете э, э, сами, в общем-то, выводы какие-то и вы можете уже сами для себя смотреть и решать, как дальше вам действовать, и так далее. Вот. Такая история. На этом всё, в принципе. Надеюсь, что вам это было полезно. Будьте честны с собой и с другими, всё будет хорошо. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи!